Основной причиной высыхания деревьев на советском проезде, по мнению жителей, стали ремонтные работы, которые проводились на этой территории. В связи с чем была повреждена корневая система, некоторые липы на аллее стали увядать. Администрацией муниципалитета была организована экспертиза. Основное заключение говорит о том, что антропогенная нагрузка на зеленые насаждения, она в общем-то есть и она комплексная. Как пояснила начальник отдела по сельскому хозяйству и охране окружающей среды Татьяна Лебедева, липа имеет горизонтальную структуру корней. Такое поверхностное размещение корневой системы не приспособлено к забетонированию. Недостаточное количество влаги, большой поток пешеходов и техники, вред от песко-соляных смесей, удаляющих наледь в зимнее время, все это могло стать причиной ухудшения состояния деревьев. Основной вопрос, конечно, касался влияния того комплекса благоустройства, которое было проведено ранее. Да, тоже влияние, это доказано, негативное влияние на эти липы. Липы загнаны в цемент, то есть корневая система вокруг корневой шейки не получает достаточного питания извне. И поэтому это одна из основных причин, которые приводят к гибели этих деревьев. То есть больший процент из всех обследованных деревьев находится в высыхающем состоянии. Специалисты порекомендовали, пока не проводить никаких манипуляций с насаждениями. Сейчас это не принесет никакого результата. Липы на 80% находятся в высыхающем состоянии. На совещании, которое провел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин, было принято решение понаблюдать за деревьями до весны. Сделать соответствующую претензию компании, которая осляла, собственно говоря, вот эти ремонтные работы вокруг кинотеатра «Искра». Компании мы претензию эту подготовим в ближайшее время, напишем. Если с наступлением весны состояние лип не улучшится, жителям будут предложены несколько вариантов обустройства аллеи на советском проезде. Если будет положительная динамика, ну, наверное, хотелось бы тогда разработать какую-то концепцию, чтобы часть деревьев оставить, часть посадить новых. В любом случае, это концептуальное решение. Будет 2-3 концепции, соответственно, они будут иметь некую визуализацию. Плюс совместно, сейчас проговорили, разрабатываем бланк голосования для жителей. Хотя бы ближайших районов, которые, скажем так, исторически сложились отношения с этими липами и вообще с этой аллеей. В дальнейшем будет проведено голосование среди видновчан и утвержден вариант, набравший большинство голосов. Его финансирование включат в бюджет округа на следующий год. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова